Пульяновский стартует этап чемпионата России по ралли-рейдам Бивоа-гонки в самом сердце города на Соборной площади. Здесь же расположилась и автоэкспозиция. В корпоративных цветах с мощными двигателями, доведенные практически до совершенства, машины выстроились как на параде. Бахосимбирский тракт 2023 – яркое спортивное событие этой осени. Участники подготовились к прохождению трассы в Кузоватовском и Теренгульском районах. Сегодня наша команда самая большая на этом соревновании. Проходит пятый этап чемпионата России по ралли-рейдам. Это предзаключительный. Решается у многих команд результат по итогам года, чтобы стать чемпионами России по итогам года. Эта гонка очень ответственная, имеет высокий коэффициент. У нас сейчас едут три газели, два газона в грузовом зачете и два соболя в зачете туристов. Мощные камазы синей расцветки тоже приехали на Соборную. 60 человек на пять машин. Это и пилоты, и штурманы, и механики. Поэтому такой выезд у нас, скажем, масштабный. В этот раз мы на Дакар даже, на Шелковый путь, выезжаем примерно где-то четырьмя экипажами. Здесь дали возможность и молодым экипажам проявить и набраться опыта. После традиционной торжественной части все приступили к основным заездам. Они проходили несколько дней. В субботу спортсмены преодолели два спецучастка – 400 гоночных километров. А в воскресенье – 200 километров линейного участка в Сурском и Корсунском районах. В абсолютном зачете холмов России забрал золото Дмитрий Марткович. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Улгправда ТВ.